250 страниц, 47 документов и десятки уникальных фотографий. Книги собраны исторические события февральских и мартовских дней 2014 года. В своем издании Владимир Константинов делится с читателями не только хронологии Крымской весны, но и своими личными воспоминаниями и эмоциями. Самое главное для крымчан, историческое, мы прошли. Поэтому я посчитал нужным сформировать это, сконцентрировать это в виде своих таких заметок, их опубликовать. Главное донести правду о крымском референдуме, так как я ее видел, так как моими глазами. Книга не получилась бы без ярких работ крымских фотографов. Использованный материал источностью передает атмосферу того периода. Каждая фотосъемка уникальна. Чтобы выбрать именно подходящий набор, автору пришлось пересмотреть сотни фотографий. Меня переполняют положительные чувства, потому что, повторюсь, это исторический момент, который для всего нашего полуострова. Не для отдельного человека, а для всех нас. Поэтому мне очень приятно, что мои фотографии вошли в эту книгу. Тираж небольшой. Всего в свет вышло 2000 экземпляров. Из них 27 направят в библиотеки. В ближайшие годы, а возможно десятилетия, история Крымской весны будет оставаться в центре внимания не только историков, политологов, но и широкой общественности. Не сомневаются специалисты. И чтобы за пределами России знали правдивую информацию, 500 экземпляров переведут на английский язык и отправят в зарубежные библиотеки. Мы надеемся, что эта книга поможет нашим библиотечным специалистам рассказать, донести, вернее, до наших сограждан правду о Крымской весне, рассказать о том, как достойно пройти свой путь и проявить при этом истинный патриотизм и героизм. Поэтому я надеюсь, что эта книга будет очень востребована у наших читателей. Уже сегодня книгу «Пройти свой путь» каждый сможет найти в читательном зале библиотеки имени Франко в Симферополе. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Симферополе.